Компания Радострой. Сегодня 10 декабря. Наконец-то пошел снежок у нас в Пономосковье. Запорошил. Будем надеяться, что завтра 31-го будет погода приличная. Я приехал к своему, будем так говорить, знакомому, хорошему. Он был у нас подписчиком на канале, потом стал заказчиком. А теперь просто хорошие отношения сложились. Пригласил меня снять отзыв. Мы тут делали бы работу. Сейчас расскажу. И протестирует за одну печку. У него интересная печка. Камин. Термофор Визьера. Недавно он здесь заселился, поэтому я двоишки своей привез. Со своими дровами, так сказать. Сейчас вот зайду к нему, расскажу, что мы делали. И будем топить печку. Я думаю, обзор получится интересным. Хороший камин, как он работает, как горит, все снимем. Так, вот мы наконец приехали. В гости к Николаю. Николай, ничего там? Здравствуйте. Наш этот подписчик, потом заказчик. Теперь вот в гостях у него живет за городом тоже. И такой камин у него называется, скажем, термофор. Термофор Визьера. Визьера. Тоже в свое время хотел такой купить. Сколько он, если не секрет? Пятьдесят где-то. Пятьдесят, да? В итоге купил не ложу. Вот о плюс-минусах рассказывал. Там на канале есть видео. Ну, теперь будем сравнивать, да? Кто же оказался удачливый в покупке? Так, первое, чтобы... Я тут раз, наверное, утопил. Ага. Такое вот стекло. Ну, я еще вот заметил. Сейчас мы что-нибудь возьмем ровно. Ага. Обнаружили. Вот видишь, я свечу снизу, и вот она, вогнутость как будто иметься. Видимо, не прикладывался хорошо плотнитель. Я его немножко отсюда повыковыривал. Так еще толком не топил. Вот сейчас повыковыриваю. Да, суть в том, что обнаружили стекло закопчено. Хотя утверждается, что не должно быть, да, стекло закопчено? Вроде как, он производитель пишет, да, и он некоторые там... Не знаю, может, у меня самая первая модель какая-то еще опытная, не знаю. Без наклейки, вот, термофор, да? У людей тут, по-моему, здесь вот такая шильдик. Ага. Ну, то, что мы вот с Николаем посмотрели первый момент, который подозрение нам попал, вот эта вот часть, она металлическо вогнута, и поэтому... И шнур не прилегал полностью, получается, щелка была. Ну, возможно, здесь у нас было нарушение притопки. Ну, сейчас я его вытаскивал, сейчас мы попробуем все это почистить. План такой, сейчас почистим им стекло, попробуем. Сейчас я привез сухие дрова березовые, отлежавшиеся уже более-менее. У меня дубовые вон там есть. Даже дубовые есть вот. Сушеные тоже. Попробуем запалим, посмотрим, как горит, и заодно и пообщаемся по печке, поспрашиваем. Ты пока давай за этим, да, иди зачистить чем, а я внешний пока осмотр сделаю ее. Да, я газетой за водой чищу. Внутри обложена шамотным кирпичом, топка. Я вижу, что тут кирпич такой, или плиты шамотные, да? Да, какие-то там, да. Вот это, по-моему, на стекло дует, а это вот туда, да? Есть вот еще в этой плите есть еще. Отверстие, да? Да. Ну, наверное, там на рост тоже. Потому что вот тут она вся в дырках. То есть сюда кислород подается? Отсюда еще кислород идет. И сзади стенки, да, кислород идет? И оттуда, да, вон они подаются. Вот еще на чем я грешу, что плита как бы неровная, видишь, лежит не до конца. Ага. Хотел я вот эти боковые, они чуть-чуть выше. Хотел ее попробовать подпилить, и чтобы опустилось все до конца. Может, еще из-за этого что-то влияет. Ну, сейчас посмотрим. А ты с этим не общался еще, да, с термофором? Ну, они сказали, пиши эту претензию в магазин. Я хочу это мне в Москву ехать 150 километров опять. И что дальше с ней, что ее разбирать. А да, дымоход уже стоит. Поэтому как-то не знаю, но... Ну, я еще толком не занимался. Слушай, ну, а может быть, как и у меня, в Нил уже в свое время, то есть я-то научился, стекло, чтобы не коптило сделать. То есть надо температурный режим делать так, чтобы он не коптил, а дымо горел. Да, он сейчас должен прогореть все это, и потом, когда уже только угли, тогда уже открываешь. А инструкция у тебя сохранилась вообще? Инструкция есть. Доставай, сейчас почитаем заодно. Может быть, что-то почерпнем еще оттуда. Так, внешний вид весьма приятный. Вот так он, да, представители. Интерьер она точно не испортит. Возможно, даже и как-то улучшит. Можно рядышком, например, вот в случае нашего Николая поставить такую-то дробницу такую интересную. В целом, уют создается. Вот, сейчас вот стеклышко почистим, изучим инструкцию, будем растапливать потихонечку. Так, здесь у нас открытая часть дымохода собрана. Шибер в положении закрытый, да, стоит сейчас у тебя? Да, это закрыт. Сейчас мы его откроем все. И это сэндвич уже пошел наверх. Здесь ничего не перекаляется, вот этот красный не становится. Да, ну вот, смотри, как вот была, так вот цвет такой остался. А, цвет не поменялся, даже нигде. Даже внизу. Обычно я тоже, печей смотришь, они прям все фиолетовые. Судя по заглушке, можно дымоход сзади, да? Да, можно еще сделать. То есть, как вариант располагать, что, в принципе, тоже удобно, если через стенку. Да, тут вон заглушечка вот такая есть, вот она кладется сюда и все. Отсюда воздух горячий выходит. Ну, как типа отопительный, да? Да, да, она в кожухе же вот вся. И вот у меня дрова почему-то так близко, я тоже боялся. А тут можно рукой почти даже не обвожусь. А там утеплитель какой-то есть, наверное, да? Нет, там, наверное, самопечь. Нет, я-то твою кожух засасываю, воздух проходит и здесь выходит. Поэтому он как бы охлаждается. То есть, и это тоже вообще не нагревается тут практически. Так, про пожаробезопасность. Поэтому я тут все так близко. Что мы сделали для пожаробезопасности? Установили плитку, да? Да, керамогранит. Керамогранит. И вот этот, что там. Минирит, по-моему, называется. Минирит, да, по-моему. Сзади минирит. Вон, фигнянский какой-то. Да, здесь есть какая-то надпись. Но обычно мы ничего не рекомендуем. Ну, в целом продается в любых пучных магазинах. Да, я в почтовом пучном магазине пошел, купил трубы. Сама печка стоит на ножке. Достаточно высоко ножка поднимает ее от земли. То есть, тут вообще, если, конечно... Рулетка есть? Рулетка, да, сейчас. Да, притащик сейчас кое-как. И замеры еще сделаем. Ну, сколько? 30, 20, 80 сантиметров. От пола вот эта ножка 28. А габаритные размеры какие у нее вообще высота? Полностью высота-то, вон, получается, у нас метр 2 сантиметра. Метр 2 высота. Ширина 65. 65 где-то. Может быть здесь пошире, да? Ну, вот в широкое место. В широкое место 65. И глубина. 50 максимум. 50. 40. 50. Ну что, давайте стекло чистить будем, да? Да, будем сейчас чистить стекло и начинать. Эксперимент. Пока Николай будет чистить стекло, я буду изучать. Возможно, он что-то упустил, да? Все прочитал внимательно, да? Еще мне переписывались с этим представителем термофора. Так, если что-то в инструкции сейчас я найду, буду снимать тоже. Содержание такое. Назначение, конструкция. Характеристики. Ну, вот здесь написано, первое, что бросается в глаза, изогнутое самоочищающееся стекло, да? Ну, очевидно, что это стекло, оно сильно закопчено. То есть, два варианта. Либо мы что-то не понимаем, да? Ну, да, что-то... Либо стекло не самоочищающееся. А мы сейчас про дрова прочитаем, что инструкция говорит. Вон, футерованный топливник есть такое дело. Картин чистого горения посмотрим. Многаярусную подачу воздуха видели. Высокий КПД, допустим, есть. Переролизное горение, ну, тоже возможно. А вот, собственно говоря... Хотя мы и сняли уже рулеткой, и здесь есть все размеры. Глубина, высота, диаметр демохода 120, высота метра 20. Ну, в общем, кому надо на паузу поставить. Если будете проектировать какое-то помещение, или думать насчет размещения в своих домах, можете вот это вот на паузу поставить, и габаритные размеры отсюда посмотреть. Вот еще такая табличка есть. Объем топки есть. Масса 130 килограмм у нее. А тебе привезли, или ты сам ее тащил? Нет, я ее в машину... Ну, она в коробочке, как бы, в такой... В коробке была, да? Ну, в 20-х, когда она прикручена была... Внизу там технологически, по-моему, болты были такой, как бы, к обрешетке прикручены. Мне ее по грузчикам в RAV4 загрузили, и мы ее потом с братом... Двоем? Нет, они лопнули. Ну, вдвоем прямо тяжело было, да, поднимать? Да, ну, конечно, плиты... Там еще ящик был отдельно с этими сплитами, со всеми запчастями, вот этими внутренностями. То есть она как бы отдельно. Нет, я понял. Ящик был. Один из еще моментов, который мне лично нравится, по крайней мере, как написано, то, что здесь есть циркуляция нагретого воздуха внутри кожуха, что экранирует жесткое инфракрасное излучение. Да, инфракрасное излучение только от экрана. Потому что, мы знаем, там типа старые буржуйки, какие-то другие вещи простые, у них там... Да, невозможно ли они с ним стоять? Во-первых, пыль горит на этих... попадая на эти... Ну, в общем, на стенки, и краснеют они, и рядом невозможно находиться. Слушай, а когда первый раз растапливал, пахло вот это вот так, когда обгорают? Да, там даже в инструкции написано, что был захват. А что в комплект входило? Собочек входил в комплект, да? Нет, в совочек ничего не входило. Не входило, да? Собочек был. Подсказывающе, потому что я вот в прошлый год там не топил, да, пришел и, блин, а что левый делает? Какой левый, правый, да? Левый делает, да. Поэтому вот непонятно. Тут вроде левый, насколько я помню, должен настиг воду. А правый? А правый вот эти вот подает вот этот воздух в дырки. Ну, либо запомнить, либо вот действительно, кстати, пожелание производителю, если будет, там он как-то мониторит отзывы клиентов. Неудобно, потому что человек даже молодой, с хорошей памятью. Обычно там вот, раньше у меня была тоже писька там сверху и снизу. Ну, тут понятно уже, да? Чего откуда? А тут вот они два, а чего? Чего, куда, да? У некоторых были, да. Так, ну мы сейчас почитаем инструкцию, что она пишет об этих регуляторах. Ну, пожелание производителю, по крайней мере, такое, либо подписать, какие-то таблички сделать. Ну, что-то, может, вырезать там лазером, как-то, значок там может. Ну, у меня, кстати, вот, например, есть эта печка пилетная, и там, где рычаги есть, там верх, низ, открыто, закрыто, везде все подписано табличками. Ну, что-то типа такого вырезать здесь, помнишь. Такой значок не обязательно. Ну, вот, смотрю, вот я вот потопил, вот тогда уже увидим, когда я настрол, вот что-то тут вот уже отваливается, вот, смотри, видишь, само. Может, оно все-таки старое еще нагорело. Ага. Посмотрим. Я просто чищу вот водичкой. Обычной водой. Вот этот попшитал. Что, помогает? Очень нормально дает. Ну, тут у меня нагар солидный. Теперь уже два мазка, и уже все. Сейчас посмотрим. Отрем сейчас, отрем. Вообще, я покупал в этом магазине для печей какая-то такая пшикалка специальная. Я уж не знаю, на основе чего она сделана, с каким составом. Но сильно не отличается, по-моему, от эффекта, который у тебя от золы, от этой обычной. Ну, и тут вот, да, написано, что правый регулятор подачи воздуха и отверстие попадает топливник, что создаёт эффект верхнего горения и обеспечит дожек отходящих газов. А левый канал от левого регулятора обеспечивает пиролизную самоочистку стеклодверс. То есть левая дверца очищает? Я вот, да, вот, наконец-то запомнил, что вот это левый. Вон они рычаги. По идее, надо левую дверцу очищать. Левый рычажок должен дверцу очищать, вон, рычажок. А вот, а правый... Какой-то, может, выгравить дверцу, а тут... Ну, да. Придумать. Такое пожелание, доктор. Сейчас я вот сниму, наверное, об этом. Получается, тут же как бы верхнее горение, как у нас на этом, на Нелже. А там тоже нет клубочников? Нет, нету. То есть сверху, снизу, получается, поддувала нету в этих печей. Но это главный, наверное, признак того, что используется верхнее горение. Да, сейчас я подойду. И хотя я смотрел на страны в печи, вроде тоже там с верхним горением у них есть. Поддувала в этой печи нет для доступа к кислороду и только знак вот этого термофора. Здесь тоже все закрыто внизу. Нет, тут вот все вот. Поэтому воздух здесь подается, вон они. Дефлекторы, так называемые, на задней стенке, это дефлекторы. И сверху, да? Вот здесь вот. Да, и сверху. Ага, там дефлекторы. Ну и, соответственно, вот эти вот рычаги левые, как мы поняли, это стекло, а правые для включения вот этих дефлекторов. Что такое верхний розжиг печи, как я вот узнал из эксплуатации своей печи? Сначала укладываются прям сюда вниз крупные поленья, такие мощные, потом мелкие, средние и сверху щепки. И розжиг печи начинается сверху. То есть, загорают сначала мелкие, потом они именно охватывают пламя. Вот, кстати, очень большой нюанс. Не закрыть вот эти вот дефлекторы, да? Оставить открытыми до те поры. Да, все должно быть открытыми. Пока печь не перейдет в температурный режим вот этого горения, дожжих газов. Поэтому, кстати, одна из причин вот этого закопченного стекла может быть того, что, может быть, Николай, да, перешел в режим... Да, может, я что-то там... Раньше перекрыл доступ кислорода через дефлекторы, чем когда температурный режим выставился в печи, необходимый для дожжих газов. И дым просто он не дожигался, а как бы коптил стекло и уходил в трубу, получается. То есть, такой нюанс. Сейчас будем укладывать, все с ними покажем. Часто вот мне лично писали подписчики, как вы... Почему вы дрова укладываете там не так, как надо? На самом деле, производитель именно рекомендует для этой печи укладывать дрова вот так вот. Я специально сниму, чтобы не мы придумали там с Николаем, что надо это... Верхний рожек проводить. Так устроена конструкция печи, что... У меня, кстати, иногда гости, знаешь, приезжают, я там пару раз гостей оставлял у себя, они там, как обычно, там елочку наложен, такую из этих щепок зажгут, и потом вся печка черная, все в этом, в дыму. Так вот, такие печки нельзя зажигать, нужно навык определенный иметь, как ими пользоваться. Вот тут написано, чтобы разжечь, нужно оба регулятора открыть, шибер открыть, и необходимо разжигать только с верхней части закладки топлива. Написано, что в процессе эксплуатации печи возможна незначительная деформация металла в топке, не нарушая еще и герметичность сварных швов. Сварные швы вроде на месте. Сварные швы на месте, а геометрия... Не знаю, должна она так быть, не должна. Вот эта вот мы с Николаем показывали, часть вогнулась при топке, и поэтому здесь вот... А может, она и была уже сделана так, скажем. Ну, вряд ли. Шнур-то не может, это самое. Шнур-то прямой. Если бы шнур был вогнутый, да, сверху вот этот вот такой, тогда бы мы могли бы допустить, что она заводская. А так как шнур прямой, более-менее, то это тоже должна быть часть прямая. Так что вот один косячок такой небольшой. Нашли, да, конструкции. Здесь вот есть характерные неисправности и методы устранения. Таблица. Смотрим. Засаживание стекла. Возможная причина. Неплотное прилегание дверки. Вот мы ее как бы и обнаружили, да. И они предлагают либо заменить уплотнящий шнур, но в нашем случае это ничего не дает, потому что... Ну, я вот немножко его, говорю, вытянул оттуда. Сейчас посмотрим. Он выгнул, да? Теперь возьми не прилегает. А выгнуть эту железку обратно нельзя уже, да, Ника? Я что-то как-то не уверен. Во-первых... Как туда подлезть, да? Да, нет, это просто нереально, мне кажется. Тут наварить такую, как вообще хануть. Ну, да. Какие межные. Не в домашних, не в таком стуке. Ну, вот, кстати говоря... Вот этим выпуклый стучнура, наверное, теперь не вираться остается. При помощи золы, воды и газеты. Какой-то этой матери. Какой-то матери. Стекло было почищено достаточно за короткое время. Сейчас остатки мы его... Иди еще вот тут самый, наверное... А, есть еще, да? Чуть-чуть. Есть. Да, ну, сейчас отрем, мы будем уже зажигать, укладывать дрова. Сверху взять полочка пригорения не нагревается, да, вот, особо? Нагревается. Нагревается. Хорошо нагревается, да. То есть, вот, у меня тут был пожар, тут красочка тут немножечко облигла. В смысле пожар? Ну, не в печке, а тут у меня стоял какой-то горел. А-а-а. Пало. Загорелось и... А если чайник поставить сюда, он закипит металлический? Ну, не знаю, по идее, может закипит, кстати. Я чуть не проводил. Не проводил эксперименты, да? У меня, например, нанял уже там сверху плита, вот этот чугунный, этот чайник ставлю, он там через минут, наверное, 10 закипает. То есть так. Можно, когда печка горит, газ не зажигать. Но здесь я не знаю, насколько предусмотрен. Ну, это какой-то есть китайский, этот, ты в таком. Заварник? Нет, градусник можно вотстрельнуть. Насколько он правильно показывает. Посмотрим. Дрова, как было сказано, на улице лежат, но они подсохнут. Под навесом, да? Да, под домом. Давай теперь моих тут дубов. Давай. Щепки потом в конце. Сейчас вот, как сказано, инструкции, будем укладывать в печку, чтобы поперек написано. Поперек, это как раз, вот так, да, получается. Топки. Топки у нас считаются, вот, наверное, вдоль, да, топки, а вот поперек топки. Большие. Я вот как бы колодцем укладывал, коротенькие, так вот. Ну, а прям все по инструкции сделаем, прям, может быть, что-то изменится. Сначала украл крупные, украдываем дрова. Потом средненькие. Это дубовые, да? Это все дубовые, да, сейчас мы их дожжем. В прошлом году тут разорился. Ну, и давай сверху, может, еще этих, каких-нибудь там щепок мелких. Ну, и вот этих сейчас. А эти вот как раз можно. А эти вот дорожку, мы их дожжем, не знаем, что это. Это... Альхаб, или что там? Альхаб, это как ее... Акация. Акация. Там частью мы пилил. Угу. Сад. Немного, как шум. Еще без дубовых. Ну, и такие. Вот хотя уже неудобно, по-моему. Давай туда, потом. Ну, чего, да, сгорят? А с... Самым... Брикеты... Сколько у тебя одна закладка? Брикетов вот этих. Из Леран Берлен горел. Ну, я как-то их так в прошну. Ну, в пакет как у ажоров. Ну, так я вот кладу три лежа брикетика. Сверху вот такой какой-нибудь у тебя мелочь вот такую. Накидываю, и так будет. Нормально они горят. Горят, да? Да. Не достекало? Да, конечно, вот это и надложим сейчас. Сгорит. Стекло мы почистили почти до конца. Остались какие-то эти куски, но мы не стали уже дотирать его. На общий это не влияет. Вид. В целом, все достаточно чисто. Так, ну, что, открываем? Шибер открываем. Открываем левую-правую задвижку. Вот они вот туда закрыты. До конца открыты. И туда давай. Ну, с Богом поджигаем. Для рожи очень хорошо есть подъездки, такие картонные кладёжи. Накладываешь щепочки и сжигаешь. Давай сейчас я где-то подсмотрел. Люди вот такие митые штуки разжигают. Зажигалка такая, да? Да, это ведь. Я сейчас, знаешь, покупаю в этом, в пятёрочке, по-моему, или магнитик, такие рулончики такие продаются. 50 рублей, там 5 рулончиков. Такие беленькие, похожи на какую-то такую, кокосовую стружку. Этот рулончик кладу. Сухие щепочки они. Такой момент сейчас схватывается. Ага. Так, шибер открыт. Всё открыт. Ну, вот дым внутри, видишь, пошёл вот такой. Дымок есть сейчас разгорится. Будем наблюдать. И вообще, знаешь, я что делаю обычно? У меня вот такая же система, когда я на своей этой ферлингере зажигаю, у меня дым начинает идти. Я сначала дверку приоткрываю. Дверка, она может... У тебя... Ну, вот так вот делаем, как бы. Раздуваешь. Да, получается, как бы элемент такой. Ну, конечно, это неправильно, там инструкции этого нету, но, по крайней мере, у этого дыма... Дым исчезает. То есть... И разгорается быстрее гораздо. Не знаешь, тебя как-то пошло слабо. Ну, это такая... Не ваша хитрость такая. Нет, я когда это снизу разжигал, когда не знал ещё, как длить туда. Вот тут... Без вот приоткрывания никак не обходил. Дверь вот мы закрыли, видишь, сразу пошёл дымок. Вот, собственно говоря, вот из-за этого дымка образуются вот эти вот... Ну, копоть. Какая-то вон... Смола, да, образуется из этого дымка. Вот почему он присутствует? Здесь в конструкции печки поддувал непредусмотрен, на который выдувает, да, вот эти вот дымовые эти... Может быть, какой-то... Газа. Была бы там сейчас бы наружу не раз её продуть. Да, да. Потом загорелось. Я приспособился на свои ферингеры, я дверь как-то приоткрываю, да. Я говорю, я вот когда раньше... Ну, да, видно, она пошла угодно. Во-первых, уходит, а во-вторых, сразу дыма меньше становится в разы. Ну, и разгорается быстрее, получается. Ладно, у нас эксперимент чистый вроде бы. Ну, сейчас будем делать... Сейчас будем делать по инструкции, да. Ждём теперь, сколько там пока прогорит. Да. Сейчас чай поставим. Сейчас поставим чайок. Печанки у нас с собой есть. Нужно кастрюлю, но это долго, пока она долго, наверное, распечаривается. Ну, ради эксперимента, да, чайник поставим? Само... Стекло само большое, достаточно такое приятное по размеру. Даже если на 2 метра отсесть от него всё равно. Но эффект такого красоты остаётся и размера большого. Как вместо телевизора, да, получается, там можно смотреть. Телевизор тут, вот если перевернуть, чуть побольше. А сколько дюймов-то это? 32 телевизор. 32-дюймовый телевизор, его сравнение и экран. Не так уж и сильно меньше, да, получается, чем телевизор. Да. Ну вот преимущество загородного дома, да, не всегда в квартире можно какой-нибудь поставить камин, насладиться, так сказать, этим огнём, да? Можешь сейчас попасть свет выключим, да, посмотрим, как там в темноте. Камера, несу, что качество будет записи хуже, вот у нас сразу немножко изменило свет. Сави-то, конечно, лучше. Да, да. Ну, пока на паузу поставим, пока разгорается. Пока смотрели, заметили, что тут часть уже стекла так подкоптилась, и если приглядеться, вот пламя сюда заворачивает, и частичный дым вместе с пламенем, он даже вот бьёт в эту часть стекла, и поэтому такой налёт появился к опыте. Можно его счистить уже, газеты может его счистить, посмотреть. Появится он снова, не появится. Да не, мы сейчас открыли. Ну, давай. Не будем открывать. Вот он, верхний рожек печи, получается. Сверху горят дрова. Через какое-то время маленькие прогорят, должны охватить большие, тогда уже в режим дожига можно будет переходить. Когда дыма нету, газы догорают внутри. Температура должна набрать, чтобы газы вот так начали гореть. Ну, может, у нас ещё получится их не этот рекламированный режим Аврора. Добиться, да? Да. Как типа северное сияние такое, да? Да, у меня несколько раз получалось, так надо, чтобы угли образовались, и бросаешь вот пару таких крупных полешек, закрываешь все задвижки и чуть-чуть шибер. И вот он как бы приподнимается над дровами, вот тут он вверху так вот всё горит красиво. Ну, посмотрим, как получится. Сейчас попробуем. Не знаю, насколько тут видно на камере будет, но глазами видно протуберанцы вот эти сверху через отверстия, дефлекторы вот этой в плите, куда идёт кислород подачи, и вот он создаёт такие точечные вихри для горения. Сзади там не видно таких, а здесь сверху есть. А сзади там не видно, а сзади не видно, да. Печка температуру потихонечку набирает камин, и вот мы видим, начинается эффект вот этого верхнего горения, когда горят вот именно поверхности, поверхности дров. Здесь у нас большие дрова внизу уложены, дубовые, вот они начинают так обугливаться, температура набирается, и начинают вот они поверхности гореть. Здесь и там тоже достаточно интересный процесс такой. Но в принципе дыма особый нету, в общем-то обдув стекла работает по большому счёту. Горит неплохо всё. Где-то в 4 часа мы печку разожгли, может даже, ну да, в 4, наверное, 15 минут как раз мы тут снимаем. Вот у нас щепки уже прогорели и начинают крупные дома заниматься. Ну посмотрим, сколько вот. Мы, конечно, не полная закладка, далеко. Можно было ещё положить крупную. Ещё рядов. но с другой стороны, если много наложить, красота наверное, пламени не такая будет. Там, если она будет битком набита, там негде будет этим. По-моему, инструкция, сколько надо. Сколько рядов, да? 3,5 килограмма, что ли? На этом взвес уже не будем. Не больше трёх килограмм, по-моему. Ну, что-то есть такое. загружать в топку более чем 3 килограмма дрова. Ну, у нас, наверное, так легко получилось. У меня нанялось тоже, вот, когда щепки прогорают, начинают большие дрова вокруг сначала гореть, потом их пламя охватывает, там, и потом уже вот, как раз я её поджимаю, там, доступ кислорода, и она начинает такое вот разноцветное пламя, как я узнавал у этого Ферринга, он говорил, что там есть больше десяти видов газа в дыму, да, содержится, и они все начинают выгорать, создавая эффект вот этого зелёного и синие пламя там какое-то красиво получается. Ну, сейчас посмотрим. Тут ветерок на улице дует из-за этого так поддувает, да? Да не, здесь вроде дует передует, но ветер хороший там дует хоть у меня и без дефлектора этот зонтик, но вроде я что-то не видел такого что-то. Задувал там, Домоход с нержавейки, да? Да, и нержавейки, тут вот одностерник, дальше сундучка. Так вот, Николай, так сказать, пользователь печи, сейчас ему пару вопросов зададим. Вообще, в принципе, доволен вообще печкой? Ну, да, доволен для моего объема, вот тут сколько у меня 6 на 6, за глаза прогревается, это очень мощно. А сколько ты засекал, она вот горит, если ты разложил там, ну, почти полно дров? Часово, наверное, ну, вот так вот интенсивно, Да, через два часа прогорает, да? Ну, да, угли там становится, потом ты подкладываешь, и... Ну, это камин, то есть, он здесь нет общей вариант, а больше какой-то такой вот для эстетики, да? все-таки стекло большое, и красиво все-таки с копчением все-таки наладится. Ну, не знаю, посмотрим, правда, вот эту углубь нам бы не давала. Слушай, а ты говоришь, зольник, было бы удобно, да, если бы зольник там был в этой печи? Я думаю, да, то есть, когда, например, на ночь дров заложил, с утра встаешь, а угли они в пепле, то есть, полежку бросил, а она не заводится, когда она разжигается. А если бы, может, зольник был бы пепел, просыпался, остались бы эти угли, может, они бы, ну, не знаю, ученикам может виднее, все-таки. Еще второй нюанс, ты говорил, что-то на горячую, да? Неудобно, чистить нельзя, да, пепел получается? если ты как вот почистил, только пока она прогорит, потом уже только очищать все-таки из пепел. Ну да, есть такие пары нюансов. В некоторых, наверное, моделях каминов и дизольники присутствуют, Да, значит, ее надо восстанавливать, то есть, ну, получается, не отопительный все-таки вариант. Не отопительный. Такой больше, да, и эстетически. Эстетически посидеть, там, посмотреть, погреться, да. Не, ну, отопительный он жарит тоже будет даров, то есть, я говорю, с боков у нее кожухи, она вот, ничего не греет. Так, сейчас посмотрим. Смерть его через стекло сжарит. Ну, кстати говоря, вот эти кожухи обдуваемые, тут можно руку прислонить спокойно. Это, как заявлено производителем. А, хотя, где-то, я говорил, есть штука, да, эти пирометры, да, там называются. В общем, нету конвекции такой жесткой. Печка жаром не пышет, но от стекла идет жар, но он такой мягкий достаточно, а с боков ничего такого нет. комфортное излучение. Не знаю, китайский, черно, покажет. Сейчас посмотрим. С 8. Так оно или не так? О, нет, смотри, это еще холодненькое. 38, ну, похоже на правду. Ну, что, давай... Стекло давай посмотрим. стекло, стекло, он не пробьет, наверное, просвечит он. А, это 300 градусов от народа насквозь, да? не знаю, что там, да. Ну, 57, я как говорил. 57 градусов, Нормально, комфортно достаточно. 47. Давай домоход посмотрим. Вот домоход может из этой отражает. Он явно горячее. Явно горячее, да. Ну, то есть, домоход все 90, наверное. Блестящая, наверное, отражает. Вот здесь вот, 45. Ну, похоже на правду. Держать можно руку-то. Похоже на правду, да. дверцы 100 градусов в дверце было, да? Ну, похоже на правду, опять же. Но дымоход примерно такой же температуры, как и дверцы. Не то. Отражается, наверное. А тут дверцы, наверное. А тут холодные вообще в 19-м в 19-м в 19-м. Ну, и, соответственно, ножки там все эти. А это тут общие, Тут получается вообще ничего класть не надо, я вот и говорю, чувствую, для красоты, да? Ничего, нет, когда нагревается, она тут так вот, ну, градусов 30-40 максимум. Ну, вон, видно, это верхнее горение, как идет, щепки прогорели, и вот эти дровишки, которые мы положили, средние и крупные, они начинают так вот поверхностно гореть, характерно, такие, ну, пламя облизывают, как будто их сверху. сейчас еще какое-то время пройдет, можно попробовать дефлектора прикрыть, да? И попробовать перейти в режим горения газов как раз. Сейчас пока, насколько я понимаю, вот идет обычный режим горения, когда дым вытягивается в дымоход, да? Пока полем не загорится, я думаю, ничего нам тут не светит, не светит. Понятно, ну, подождем пока. Ну, в целом, в общем, ты как бы доволен, да, приобретением? А какие-то недостатки вообще назвать? Ну, мы их перечислили, в принципе, кое-что было и та самая. Геометрия, да? Ну, вот это да, я не знаю, что это, это дурак и как считать. Идет производитель уже знает об этом. Ну, что я говорю, вот сейчас продают спички, они без, ну, с шильдиками, а у меня вот она безопознавательный знак. Какой еще недостаток у нее? Зольник был, было бы неплохо, да? Зольник, да, наверное, да. Совочком не очень удобно. Ну, я не знаю, как, да, в такой типе печи у этих, как они, но у меня зольник тоже нету, в этой, у меня зольник тоже в этой нет, вне лжи моей, тоже там, с совочком погребая, я пепел, получается, раз в четыре топки, наверное, Ну, вот я вот тоже сколько выступил, ну, а четыре где-то разве, сейчас это почистили, раз в четыре топил. Плюсы, наверное, это и визуальная, да, красота, там, большая печка, большой экран, получается, быстро отапливает, наверное, достаточно, да, помещение? Ну, не быстро, она вот прогревается, я бы сказал, не так быстро, она вот сейчас, ну, вот мы сейчас щупали ее, да, наверху, вот эта плита, она еще сколько у нас, там, 45 градусов. Слушай, ну, получается, у меня какая идея возникла, если, допустим, здесь вот эти все в кожухах, да, вокруг, то она, по сути дела, как бы не очень отопительная, да, получается? она отопительная, на кожухе, я так понимаю, вот здесь вот, вот здесь вот, выходит здесь, и вот здесь вот, вот горячий воздух, вот здесь вот, все понятно, то есть она снизу засасывает, ну, нет, эта поверхность не очень горячая, дефлектор, здесь вот, он здесь уже по горячей, и тут горячий воздух выходит, то есть отопление идет не за счет, именно поверхности горячих печки, а за счет этих каналов, конвекция, вот они идут вокруг, теплый воздух, сверху, снизу, вот, да, такие эти... тоже засасывает, там снизу, вон на отверстие, да, вон видно их, из них, из них, ну, пока еще видишь, еще наш шамотом обложен, пока он сейчас еще, он нагреется, пока все, то есть, ну, она где-то вот, на режим через час, где-то такой-такой, на хороший выходит, это как буржуйку, если затопил, она сразу уже, пышет жаром, то здесь она, постепенно, вот эти все прогреет, пока все, но они остывают, наверное, долго достаточно кирпичи, еще один важный момент, отметил Николай, я тоже о нем не сказал, то, что здесь в этих печах, сложно супер какую-то тягу создать, да, например, есть классические печи, вот эти вот, банны и так далее, там, поддувала открываешь, шибер открываешь, там реактивный звук, такой, гул стоит, и, поэтому здесь нужны сухие дрова, и, сырые тут, не просто не загорятся, вот, вот у меня старый, говорил, был, витаминчик, такой, чугунный, китайский, копий из вот этих етулов, тоже хороший был, я не знаю, некоторые ругают на этих формах, на всяких, ну, не знаю, мне тоже нравится, свою задачу полнял, так там вот этот, поддувала был, и открываешь, там хоть сырое, там хоть что загружает, там дует, все это, там раздувает, только учитывается. А у меня тоже дома, это кирпичная печка, вот это стоит, я прям кругляки, вот эти вот, зеленым этим облоем, вот эти березовые туда кидал, и они там, загорали. Ну, соответственно, там и расход большой, из-за этого все. Да, здесь подчеркивается внимание, и в том числе, и мы подчеркиваем внимание, вот, всех, кто будет смотреть обзор, там, думать об этой печи, что только сухие дрова, в основном. Да, здесь надо с дровами заботиться. Сразу, да, 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 кстати, мы замерить забыли, да, дрова, сколько они там влазят-то, ну, потом посмотрим, 40 точно были они. 12? Да, ну, ну, примерно вот в размер стекло такое же. То есть, надо только сухие дрова, во-первых, разжечь будет практически невозможно, да? Сырые нет. Сырые. Ну, нет, если дверь приоткрыть, вот это создать, тут эта щель, можно, ну, вот 40, 40, 40 влезет. 40 влезает. Вот, то же стекло, сколько оно, вот, стекло, 36, наверное, 8 будет. Да, еще с боков там. вон, есть, да, немножко выше, и не, 40 до 40 сантиметров свободно. Поэтому качество дров для этих, вот, если вы хотите такой себе камин, печь камин, дома надо дрова заготавливать, либо заранее, но, скорее всего, заранее, потому что, всяких их просто купить практически невозможно. Ну, все равно купишь, они на улице лежат, еще где-то там, непонятно, сколько они там долго лежат, всегда надо, вот, поэтому, у меня тут, у меня тут, на улице, там, под навесом есть, и вот, такая дровница, я ее пополняю, и она вот в доме, они, подсыхают, да, вообще, как уже, почти там, никакой, нет. Ну, да, только так. Во-первых, и гореть она не будет, и разжигать невозможно, сырыми дровами. Сам взмучишься. Вместо там удовольствия, эксплуатации повышишь, куча неприятных моментов. ну, вот здесь мы видим, она закоптилась немножко, в этом углу, там шел дым. Но, мне кажется, сейчас уже можно будет ее скоро в это, переводить, попробовать в режим вот этого, угорения газов. Потому что, температура же приличная набрала, она сейчас вот внизу еще, полежка вот эта займется, Да, попробуем, дефлектор прикрыть. Чем ты пробовал топить ее, какими видами, дров? Ну, вот у меня дубовые, я в прошлом году купил, и вот, за нерой мерлин, брикеты, ну, и так вот. Ну, что-то там было опилки, какие-то там, отпилы, со строительства дома. Ну, со строительства туда, всякие вагонки, опять же, ну, вагонки они больше наружу ходят. Разницу какую-нибудь заметил принципиально, там вот в брикетах, там, в дубовых дровах. Ну, не знаю. Время горения, там, температура. Брикеты, они какие-то такие, достаточно долго играющие, они вот, их трогаешь, они еще, как бы, как угли там стоят, такие, они вроде особо не горят, уже, как думаешь, а потом, на чергу их там пнешь, а у меня такое еще, не рассыпается. Ну, углем, наверное, смысла нет, такие, да? Даже, по-моему, написано в инструкции, что углем не ездят. А уголь, наверное, тоже ему поддувал, надо же, или холостники. Ну, да. Здесь, это все-таки, не тот вариант. Интересно, вот, заметил хозяин печки, что справа она как-то горит интенсивней, и здесь же, вот это вот, напоевчик, да? Да. Такой вот, это дымогазов, да? Вот этих вот. Вот это подзиграем, да. Интересно, вот слева она не хочет, да, особо гореть? Хотя мы по центру разжигали, да? Да, мы вообще у нас все раскладывали на одинаковую дровую сценарию, не загорается. Или может так просто кажется? Связано ли это с дефлекторами? Хотя щели вроде везде пропилены, да? Рассверлены в этих дефлекторах. Ну, вот нижняя у нас пошла поверхностное горение. То есть, когда печка набирает определенную температуру, здесь начинает вспыхивать, да, поверхность вот этих дров. Отсюда вот этот вот процесс верхнего горения. Сейчас вот чуть-чуть еще немножко дрова вот эти вот займутся, и мы ее прикроем, посмотрим, как газ будет гореть, да, дымовой? Ну, я не знаю, газы-то обычно они рекомендуют дрова на угли. Уже на углях, да? Получается, закипать. Ну, может, и получится, если подгорит у нас. Угу. температура достаточно, чтобы горели газы. Можно попробовать дефлектор прикрыть, посмотреть. Не получится? Да. Посмотрим. Надо тогда нам что-то влететь. Нет, ты обдув стекла оставляй. Давай обдув поставим. А этот прикроем, да. Что же с этим прикроем с подачей? Ну, сейчас посмотрим, что получится. Ну, что-то какое-то вон там есть небольшое. Вот, видишь, вот это вот такое, я не знаю, вот они голубоватые, это вот газы горят. То есть температуры сейчас в печи достаточно для того, чтобы газы горели. То есть дыма не видно. За исключением вот это вот немножко закоптилось. Дыма тут не видно в печи. А все вот эти вот, которые газы выделяются, вдруг они сразу же за счет температуры, которую печь набрала, они начинают воспламеняться, сгореть. А суда вот я люблю вот это вот наблюдать. Может, сейчас Света, давай притушим. Может, телефон передаст, не передаст. Камера, точнее, наша. Эффекты вот эти вот такие красивые. Наверное, за счет этого покупают такие вещи, там, камин такого плана. Чтобы смотреть, как они это самое... Он как бы течет снизу, верно. Да, да. А вот, к сожалению, конечно, там полностью не передает, но вот это вот, внутри вот этот вот поток, да, который на заднем плане, он вообще разноцветный. Там чуть ли не все цвета разоги, там и желтый цвет есть. Да, там, там есть этот синий, там голубоватый, зеленый цвет там присутствует. Ну, в общем, там для газа очень приятно. Он и мягкий, таких секторов, да? Такой вот яркий. Да, потому что вот это вот горят дрова, да, тут пламя одной яркости. То есть, оно такое немножко... Глаза, да? Да. А здесь вот это вот, когда газы горят, они такие мягкие-мягкие там. Таким нежный, да, получается, расцветка такая у них. Как-то газ как-то проп горит. Ну, вот как газ на кухне, как газ на кухне, да? Газ и горит, кстати. Вот газогенерация вот эта вот. И, во-первых, ты замечал, выходил там на улицу, там, я на дымоход смотрел. Дыма там очень мало. Дыма практически нет, не выходит. То есть, если вот только вот всматриваться, как-то там. Сейчас вот, если на улицу мы выйдем, ну, смысл, наверное, сейчас нет, так что темно. Но, по крайней мере, проверяли уже несколько раз. Дыма с таких печей практически не выходит. Ну, я вот видео снимал, когда год назад и показывал. Да. Даже вот у соседей печки, вот этот обычный смысл, у них все трубы, все черные, вон сейчас, если соседей посмотреть. А у меня труба, ну, там какие-то есть вот эти следы, такие. Ну, и за счет, кстати, вот этой газогенерации, да, сейчас происходит, тут это, ну, медленнее горение. То есть, смысл вот оставлять сейчас открытую заслонку нет уже, потому что она будет интенсивнее сгорать, но температуру ты не прибавишь, получается. А здесь, получается, дым, он не выходит через трубу? Слева там прорываются тоже эти тюниные трубы. Да. То есть, дым, вот он, как раз, шестатая какая, дым через трубу не выходит, а полностью внутри... Облако, сейчас, не говорю, пошло. Да, да. Ну, и вот, как я называю, эффект, северное сияние, да? Авроры они, видите, в термофор называют. Мне нравится такое больше, понять, как северное сияние, вот оно, газы вот эти вот растекаются, там, иногда и в воздухе повисают, там, так как они летучие, они там влево-вправо растекаются. Там, видимо, баланс какой-то надо шибером подобрать между, вот, чтобы поступающие газы, видимо, равнялись уходящим, там, чтобы... Ну, вот у нас час печь горит, где-то, да? Да, где-то час. Мы закрыли, закрыли этот подачу в дефлекторы внутренние, обдув стекла оставили, ну, и вот видно вот этот режим, когда газы выделяются, шибер мы прикрыли, и красиво достаточно. Они как будто бы вот... То есть, когда горит огонь, он четко видно, что он из дров, да? Выходит, а здесь как будто вот это облако вверху, оно отделяется, там, загорается сверху, опускается вниз, ну, в общем, как раз это и есть, вот, режим газогенерации, вот этот классический, где выделяются... Ну, там какие-то характеристики есть, когда, чтобы они горали, там, 800, что ли, градуси, не помню. Ну, в общем, определенную температуру печка достигает, и газы. Переходит в режим дождь-газов вот этих. Здорово, красиво. Иногда темнеет экран, да, иногда раз вот эти сполохи появляются, и, в общем, так симпатично выглядит. Сейчас, кстати, посмотрим тут верхний... Ну, кстати, горячий, чайник точно можно. Скипятимый этот. Пора. Что он покажет? Сто тринадцать. Сто тринадцать. Сто пятнадцать. Ну, вот. Можно ставить чайничек, в принципе, и, по крайней мере, там, через какое-то время он будет уже... Я так понимаю, тут не предусмотрено, да, вообще, там, производительно, что здесь будет чайник ставить. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Ну, наверное. Совместить приятный с полезным. Как при свете вот эта газгенерация выглядит. Вот она там... Там чуть видно. Видно, видно. Она там голубая, такая фиолетовая. Здорово. Так, ну, пропечь завершаем обзорчик. Давай, может, свет включим, чтобы немножко посветлее было. У нас, говорит, прошло час пятнадцать времени. Мы ее затопили. Ну, крупные дрова практически все прогорели. Осталось вот сбоку березовое дно. Хорошие угольки у нас, дубовые, березовые. Может, такой вылож мы можем сделать в результате испытания. Сделали все по инструкции, как только можно было. Разложили дрова сухие, и все правильно. Газогенерация у нас началась, все это работает, то есть чистое горение присутствует. Что касается копоти, стекло, по вашему счету, у нас не закоптилось, с исключением есть какое-то пятнышко, его тут не очень видно хорошо, но оно вот такое помутнение вот в этой зоне, где-то дым все-таки дул туда, и оно закоптилось. А это вот здесь старый. Да, что еще? Может, они отгорят еще. Сверху достаточно горячо, но такого жесткого излучения все равно нету. вверх есть только оно идет, ну, 130 градусов. 130 градусов, то есть можно чайник делать, спокойно чайник ставить, но все равно комфортно, достаточно в помещении, потому что если однослойное железо на печи, ну, например, да, вот здесь за счет конвекции воздуха мы там снимали, снизу есть конвекция такая, а ножка вообще холодная, да, у нее 20 градусов. Ну, еще, судя по запасу вот углей и дров, еще спокойно там 40-50 минут, может, и час она подарит, то есть на одной такой закладке не битком даже, а где-то процентов на 60, да? Да нет, я думаю, наверное, нормально у нас было. Нормально, да, закладка? То есть, слушай, а если вот сейчас прямо подложить еще дрова, там, что-то изменится, там, наверное, надо будет опять открывать, да, дефлекторы, чтобы там все равно будет нормально гореть, да? На этих углях она хорошо. Давай попробуем, одно кинем, а еще на это, вот это еще. Небольшое хотя бы там. А ручка нагревается, да, все-таки? Ручка нагревается, да. Ручки обнимутся, то я как-то раз хорошо так обжегся. Очень долго заживало, обжег. Потыкаем, посмотрим. Вот она. Да нет, там еще спал, да? Да, нет, не будем. Вот кислорода добавили, дверь открыли, пошел этот самый дымок, но здесь, наверное, этого не избежать, да, вот открываешь дверь, да, и дымок. Поэтому надо ждать, когда все прогорит, потом только подкладывать, да? Да, уже прям явно углей видно, что. Запах такой дымка, да, сразу в помещении образуется. И, соответственно, характер горения изменился, потому что кислорода стало много внутри, он перешел с газогенерацией на обычное горение. Сейчас вот этот вот кислород, когда она выжгет, то будет нормально. Но в целом все как производительный в общем-то заявлял, да? Да, в основном туда эстетический эффект присутствует, посидели, мы порадовались. Такая она крупная, достаточно, может быть, даже в крупном помещении где-то более интересно будет смотреться. для моего маникого помещения великовато, честно говоря. Если какой-нибудь холл там какого-нибудь большого дома, да? Да, хорошо. Издалека можно наблюдать, стекло большое, вот этот вот, рядом телевизор 30 дюймов, да? 32 и стекло, но немногим меньше получается. Ну да, если там поставить, да? Процент 65 от него. В целом на четверочку, да, можно там поставить? На четверку точно можно поставить, потому что с плюсом. Да, если... Ну вот, если нет, это не стекло, 4, ну 5 с минусом, конечно. 5 с минусом, да. Так что рекомендуем вот эти вот моменты, которые мы озвучили этим производителем печек рассмотреть, то есть, на деформации металла, да? Да, что у нас было, вот это вот, не знаю, это брак, или брак, может они сейчас посмотреть, с этим уплотнителем, да, и с замечанием вот такой рекомендации с ручками подписать ручки. Подписать дефлекторы, да, потому что вот мы сейчас пока общались с Николаем, сейчас вот прям сходу, какой левый, какой правый, за что он отвечает уже. Ну ты вот явно не спрашиваешься, я тоже запомнил. Не, ну я запомнил, а даже память в принципе есть. Ну через месяц. Если я приеду через две недели, да, я буду опять читать инструкцию. Зачем вот эти вот там они снизу находятся. Нужно и подписать, ну и, не знаю, там целесообразно, целесообразно, сделать какой-то зольник, потому что зольник позволяет сделать две операции, подкидывать на угольки дровишки, чтобы они снова загорелись, чтобы слоя пепла не было сверху, да? Ну я не знаю, это ли вы, ты как бы так и конструкцию печи предусматривает, возможно, невозможно, может просто невозможно как бы. Так, слушай, а давай попробуем еще сравнить ее там с той же ферингером, да, какие там ферингер не топил, да, но ферингер я топил. Ну, можно сказать, что ферингер Нелл же, вот я использую, их топлю, она по размеру, наверное, в два раза уступает, то есть вот эта печь по, наверное, внешней эстетике она выигрывает, ну, я бы сказал, серьезно выигрывает, хотя в ней же тоже она крупная, да, и стекло здесь чуть ли не размером с Нелл же. Вот, так дизайн печи видно, постарались там сделан сверху вот эти вот конвекторы, очень такой дизайн приятный. По времени горения Нелл же у меня чуть больше горит, чем два часа, там часа четыре, по-моему, при полной закладке, но там только по-другому сделано. Она наоборот накладывается, 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 и такой столбик получается, высокий дров, то есть там здесь вот это в этой печке идет скос такой шамотного кирпича, вот. Ну и мы еще такой сделали вывод небольшой, наверное, что это все-таки печь такая больше эстетически, чем отопительная, хотя отопительный эффект присутствует. 30 градусов показывает градусы. Помещение, да? Да. Ну помещение небольшое. Было где-то 20, наверное, может быть, поменьше чуть-чуть. Еще какой плюс, но что в Нелл же, что здесь есть экранирование жестких спектра излучения. В Нелл же там это решает в счет того, что вот это вот пространство засыпается камнем каким-то, а здесь сетка доставит, камнем засыпается, а в этой печи здесь вокруг, да, снизу есть отверстие сверху и потом воздух циркулирует, поэтому нет жесткого излучения, мягкое тепло достаточно от печки идет. Что касается цены, там Нелл же я покупал в прошлом году за 23, что ли, тысячи, а ты покупал это за 50, то есть она подороже, но выглядит побогаче, в принципе. И скорее всего за счет габаритов на помещение, а тут нет в инфекции сколько квадратов отопить она может помещение? Ну не помню, меня тут точно справляется. Так что такой обзорчик печки, все что могли мы показали, минусы, плюсы, растопили, пожгли, время, кстати, уже полтора часа прошло, да больше она будет двух часов гореть, явно, что еще час она будет гореть, то есть, ну, под три часа, наверное, да, получается? Дрова сухие, вот какие-то рекомендации будущим владельцам, кто будет покупать, мы дали, потому что сырые при верхнем горении. Ну и просто сгореть не будет, вы будете дверь открывать, и все, у вас закопится стекло моментально, и все. Так что пишите вопросы, если что, там можем ответить, или там вот Николай, заказчик, ой, заказчик, как сказать, хозяин печки, вот, он нам расскажет какие-то нюансы, которые мы, может, не успели рассказать, мы с ним на связи, спросим, ответить. Я тоже буду тему там мониторить, подписчиков. Да, да, будем отслеживать комментарии, может, на наш этот выйдет на связи термоформа, кстати, это же, я ведь рассказывал, там интересная история, там мы снимали обзор, теплодара котла, там манометр стоял сбоку, неудобно было смотреть на него, мы сказали в видео, вот, манометр неудобно там сделан, через полгода приехали, котел такой стоит, манометр спереди уже стоит. Сверху, вот, отзывы смотрят, обратная связь работает. Стараемся, обзор мы делаем честно, то есть, мы вот действительно, не где-то там в магазине, мы не заинтересованы. То есть, здесь у нас присутствует именно человек, который купил, так сказать, эту печку в магазине, себе никому-то там не продавать, ненавито не собирается, не собирается выставлять. Копил себе будет пользоваться, и вот говорит, как есть. В принципе, ему нравится, вот, общий такой итог, можно сделать, что печка неплохая, если есть деньги, есть помещение, есть желание, вот именно такой, каминный, такой зал какой-то сделать. ну, во-вторых, много же, что назвали, а еще плюс какое, что такого плана иностранного производства уже будут стоить, я думаю, за 100 тысяч и больше. Слушай, а ты с этим не сравнивал? Бывают такие камины, там просто вот, такая железная топка, и я вложена каким-то кирпичом, там с дымоходом, так я не рассматривал вариант, какой-то камин прям. Я рассматривал, но куда-то, у меня тут домик тонет, маленький, деревянный. Опять же, по цене, это, наверное, совсем дорогие уже деньги, да? И да, это надо там заморачиваться серьезно. Так что, можно сказать, что если у вас немного денег, маленькое помещение, можно не уже рассмотреть, она такая, немножко поскромнее, но в целом, ничуть не хуже, там, то, что эффект вот горения, тут они, что у Ферлингера, да, что здесь они добились, в принципе, мы его наблюдали, в видео показывали, газогенерация происходит, очень красиво, все горит. Вот, если у вас с ресурсами все нормально, финансами, и желание побольше, покрасивее, можно вот визиеру взять, ну, и дальше уже там, Шаман Инвикто, вот мы снимали, там ездили, уже такие всякие идут, интересные решения. Дымоход, кстати, можно и черным, каким-то было бы сделать, да? Ну, покрасить, да, можно и покрасить. Какой-то высокотемпературной краски продается там. да, волончик-то есть. Будет, наверное, еще смотреться эстетичнее, если покрасить. Да, нельзя, может там сбиться, ну, можно поэкспериментировать. Да, так что, спрашивайте, если что, вот скажем, что можем, расскажем. С наступающим еще раз всем годом, у нас даже елочка тут присутствует, где-то мороз, там шапку забыл, приходил, да, еще там, с прошлого Нового Года, вернется забирать и какой-нибудь подарок оставит наверняка. Вот, благодарим, большое спасибо Николаю. Спасибо за просмотр. Подписчик, да, наш канал, канал тоже у тебя есть, да, какой-то? Ну, у меня такой свой, личный, можно сказать. Да, ну, мы там, может, ссылку оставим, там, на него, чтобы какие-то он свои деревенские, да, аспекты жизни рассказывал. Так что, вот такие у нас теперь подписчики и заказчики и уже хорошие отношения в гости заехали. Всех благ, сейчас вот еще по, мы здесь делали водопровод, наверное, сейчас следующее видео с ним. Это уже как заказчик исполнитель будет отзыв. Да, сейчас попросим у него рассказать, что там, как он пользуется, как ему нравится, не нравится. Всех благ, с наступающим, всем добра, хорошего года, больше счастья и поводов для настроения. Субтитры создавал DimaTorzok